Репетиция Это красивый, яркий спектакль. Наверное, на сегодняшний день один из любимых моих спектаклей, где артисты играют с удовольствием в эту игру. Образ спектакля – охота. Генрих охотится за особой Эммой, Адель охотится за Фальком, Розалинда охотится на балу, чтобы вывести на чистую воду Генриха. А Фальк хочет подшутить над Генрихом. Прекрасная, веселая музыка, остроумные тексты и сюжеты создают праздничное, смешное и шутливое настроение даже во время репетиции. И как мы видим, они проходят весело и в отличном настроении. А это наш замечательный режиссер Ирина Фокина. В каждую ее репетицию она вносит какие-то поправки и следит, чтобы все делали все, как задумано. Рабочий день артистов наступает не за час до выступления, как, возможно, некоторые зрители думают. Бывает, что день артистов начинается в 10 утра, а сам спектакль в 7 вечера. Сначала проходит репетиция только с аккомпаниатором. Отрабатываются все движения. А затем за 1-2 часа до начала уже появляется оркестр в полном составе с дирижером и проходит основной прогон сцены. Очень интересно наблюдать, как та же самая сцена, которую я видел из зала, выглядит на репетиции. И особенно, если это можно, в одно мгновение увидеть почти одновременно с помощью телевидения, конечно. И, конечно же, самый главный здесь – это дирижер. Он все видит, все слышит и все зависит от его мастерства. Наш Сергей Стадлер – выдающийся дирижер и народный артист России. В нашем спектакле играют одни из лучших исполнителей театров Санкт-Петербурга. Сейчас меня готовят наши костюмеры. И потом я иду на грим. Хоть я и не главный персонаж, но гримируюсь я в одной из главных гримерок. Я же все-таки единственный ребенок в спектакле. Как ни странно это будет звучать, но артисты не любят говорить на камеру и давать интрижу. Но мне это удалось. Мой персонаж – Адель. Сначала она горничная, которая мечтает стать актрисой. Потом – волшебство перевоплощения. Она изображает из себя графиню Альденбургскую на балу в Великосветском. И добивается своей цели, становится актрисой театра. Я исполняю в этом спектакле две роли, даже две с половиной, потому что я играю Фалька – это директор театра. Играю Франка – это директор тюрьмы. Опять же, и там, и там директора. Очень приятно быть директором. Я играю роль Генриха Айзенштайна. Айзенштайн, он женат. Женат уже три года. Но он не видит своей жены чего-то такого, чтобы его завлекало, и он мог оставаться дома. Он все время ищет каких-то развлечений на стороне. Пытается убежать, и в этом и, как сказать, ирония этой пьесы, что он влюбляется в собственную жену второй раз. Это уже вторая роль, где я играю роль, не знаю, директора театра, либо директора тюрьмы, но такая новая находка от нашего режиссера и дирижера. Спектакль очень интересный, очень веселый. Очень много интересных моментов, опять же, которые непосредственно зарождаются прямо на сцене вживую. Приходите, мы вас все очень ждем. И увидите это все, как у нас это происходит. Да, как мы там ползаем. Ползаем, пьем, танцуем, пляшем, смеемся, издеваемся друг на дружку. В спектакле, опять же, задействован ребенок, который самой очень нравится и выступать, и играть на сцене. И у него это очень хорошо получается. Графиня Орловская всех приглашает сегодня на бал. Ты пойдешь? Да. Хорошо. Мы пошли. А это настоящая шампанская для сцены. Честно говоря, кроме прекрасных и настоящих артистов, у нас на сцене шампанское, и яблоки, и виноград, и чай, и кофе. Все настоящее. Последнее напутствие на ходу, перед выходом, и мы готовы. Сейчас прозвучал звонок, и я готовлюсь к выходу. Сегодня мы повеселимся. Обещаю, будет весь посвящать вам. За кулисами, по ходу спектакля, артисты обсуждают импровизацию сцен. Любят они импровизировать. Хоть роль у меня и маленькая, но, как говорил кто-то умный, лучше маленькая роль в большом театре, чем большая в маленьком. Наша любимая режиссер очень эмоционально наблюдает, как работают ее артисты, и сама проверяет и подправляет костюмы. А так, проходит наше время в течение спектакля. Каждый ждет своего выхода. Я уже отработала свою партию и жду завершения спектакля и выхода на поклон. А сейчас нашу балерину Виолетту как бы вытолкнет на сцену ее наставник-балетмейстер, хореограф Герман. Дорогие мальчики и девочки, ходите на балы только со своими тетями, а тети пусть ходят только со своими дядями. Цените то, что у вас есть. Генрих и Розалинда Айзенштайн. Надеюсь, вам понравилась моя сегодняшняя экскурсия за кулисье Эльмитажного театра. И я с нетерпением жду вас на нашей оперетте «Летучая мышь». Всем пока и следите за моими новыми репортажами со сцен Санкт-Петербурга. Я наконец довольна. Редактор субтитров А.Семкин